Вера в приметы проявляется в пессимизме, когда человек не проявляет оптимизм. На что он опирается в своем пессимизме? Либо на то, что увидит, там, сова, черная кошка, собака, осел, да почти два сала. Или что-то слышит, как крик осла, лай собаки, чей-то голос, кому-то кто-то говорит, Аллах не даст себе успеха, и кто-то, услышав это, считает это дурным предзнаменованием. Для других людей приметой являются какие-то цифры. Если кто-то ему скажет, твой номер в такой-то аудитории или в учительском журнале 13-й, он говорит, клянусь Аллахом, не надо мне такого ни за что. Или говорит, я не пойду по этой дороге, или не буду одевать такую-то одежду, или не буду писать этой ручкой. Почему? Он отвечает, это к несчастью, к злополучию. Все это вера в приметы. И этих примет много. Люди в какие сегодня приметы верят? Допустим, собирается жениться. Отправиться в путь или нет? Оставить учебу или нет? Что делать? Другой ему советует, возьми розу и делай так, жениться не жениться. Хвала Аллаху, все это относится к приметам и гаданиям на стрелах. Некоторые используют Коран в виде приметы. Каким образом? Открывает Коран, и его взгляд падает на аят, в котором говорится о милости. Он говорит, хвала Аллаху, уповаем на Аллаха, значит будем жениться. Аллах самый великий. Это превращение Корана в примету. Взгляд упал на аят, где говорится о наказании и говорит, прибегаю к Аллаху, не буду жениться. Кто-то говорит, сегодня утром встретили такого-то, упаси Аллах. Реакция словами «упаси Аллах» в этом случае подобна примете. У нас используют выражение, примета к добру. Допустим, ночью кто-то звонит, особенно если звонок из дом, особенно если звонок из дому. Говорит, да убрежет нас Аллах от их зла. Также, звонит тебе отец или мама после полуночи. Как только видит это, думает, что что-то плохое произошло. Что он делает перед тем, как ответить? Зачем настраивается пессимистически? Настройся так, что тебе кто-то звонил, чтобы предложить миллион реал. Скажи «Ассаляму алейкум». Также, зачем искать во всем что-то плохое? Будь оптимистом. Мусульманин не должен быть пессимистом. Пессимизм является постоянным качеством многобожника и лицемера. Посмотри на пророка, салаллаху алейкум. Он всегда был оптимистом и никогда не проявлял пессимизма. Даже дети у нас. Обучайте детей. У нас есть вещи, в которых присутствуют приметы. Как? Говорят, если считалка закончится на этом, то выйду в путь. Если на том, то не выйду. Если же на этом, то женюсь. Если на том, то не женюсь. Я не знаю, как у вас считают. Однозначно, как-то делают. То есть, жениться или не жениться. Начинают читать считалку. Потом говорит «Не женюсь». Это и у вас однозначно есть. То есть, с детства дети обучаются большому неверию и многобожию. Даже некоторые маленькие дети. Не знаю, как у вас. Наверное, у вас тоже есть. У нас, когда у ребенка выпадает зуб, что он делает? Ему говорят «Повернись к солнцу и скажи. Солнце, солнышко». Обращается к солнцу. «О, солнце, возьми мой зуб и дай мне другой». То есть, поклоняется солнцу. Чтобы солнце дало ему зуб старухе или невесты. Причист Аллах. Это большое многобожие. Поэтому у нас есть те, кто поклоняется солнцу.